Дай почитать. С размышлениями Виктора Ерофеева можно соглашаться или не соглашаться, но вот узнать из первых, что называется, рук, виденья и создания новой книги всегда интерес. Идея заключается в том, что книга написана как бы от лица 11-летней девочки, но на самом деле главным героем романа является розовая мышь, абсолютно непонятное существо. Скорее всего, она и пишет этот роман, откровенно признается автор. «Розовая мышь» – это книга о моментальном крушении счастливой семьи. Я писал ее довольно долго, три с половиной года. И далее, извините, дорогие слушатели, за обширные цитаты, но эти откровения писателя говорят о многом. Когда только-только напишешь книгу, ничего не понимаешь, как будто на костылях куда-то бредешь, и эти первые мнения как раз похожи на костыли. Вот и прибрел Виктор Ерофеев к розовой мыши с подзаголовком «Небольшой волшебно-политический роман для взрослых» с подробным описанием подводной империи «Царь дна», написанный от лица 11-летней русской девочки Маруси Менделеевой. Уже в самом названии противоречие – роман для взрослых, а автору – 11 лет. Не смущайтесь. Этот роман и для взрослых, и для подростков. Сюжет романа прост. Девочка Маруся и ее новые друзья с гувернанткой опускаются в особые подводные лодки в страну под названием «Царь дно». Это своеобразная проекция мифа о загробной жизни. Зачем героям это понадобилось? Дело в том, что во время шторма их родителей забрал на дно чудовищный краб-вершитель. Он же загадочный гитарист трень-брень. Задача не из легких – родителей найти, воскресить, вернуть, при этом не погибнув самим. И вот парочка привидений. И игрушечная розовая мышь помогают нашим героям. Но на дне розовая мышь – популярная, гламурная, широко известная правозащитница. Мир дна циничен, страшен, благороден и непредсказуем. Он такой, потому что он ошибка. Когда ангелы из этого мира исчезли, а на их месте появились драконы и котомыши, когда выяснилось, что райская земля не вмещает всех утопающих в вечности, кроме беспечного короля царь дна, добавился дьявольский краб-вершитель, убивающий уже мертвых и отправляющих их на иные уровни дна. А оттуда дважды мертвым нет возврата. Розовая мышь произносит мудрую, по сути, максимум. Жизнь – прекрасная ошибка, которую иные дураки упрямо стремятся исправить. Но согласитесь, дорогие слушатели, у нас нет иного выхода, кроме как полюбить этот порядок вещей, ведь другого нам не дано. Маруся проявляет свойства магического кристалла. И герои, лишенные привычной среды, вынуждены проявить свои настоящие качества. Обстоятельства сильнее человека. Каждый делает свой выбор. Прошли времена, когда деньги побеждали зло. Теперь любовь побеждает и зло, и добро. Любовь – это и есть счастье, правда и смысл жизни. Вот основные мысли «Розовые мыши» Виктора Ерофеева. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!